Погода в воскресный день оказалась самая подходящая для того, чтобы превратить фестиваль Драг Дрифт Баттл в настоящий праздник. На территорию аэропорта пришли сотни ивановцев, чтобы лично увидеть, что такое скоростной автоспорт. Одновременно на двух параллельных площадках проходил чемпионат ЦФО по дрэк-рейсингу и чемпионат области по дрифту. Дрэк-рейсинг – это параллельные гонки автомобилей, а дрифт – это в заносе машины. Кто круче занесет и правильнее, там тоже свои есть правила. Машины – разные машины, как советского производства, так и иномарки. Самое главное – разделяется по классам, по количеству кубиков двигателя. На соревнования приехали участники из разных городов не только Центрального, но и Приволжского федерального округов. В обеих дисциплинах число участников составляло по 23 человека. В этом году появилось новшество – это так называемые временные классы, где введен лимит прохождения 402 метров. Соответственно, например, есть самый старший класс – это с 10 до 11 секунд. Соответственно, пилот должен попадать вот в этот промежуток и стремиться к 10 секундам. Если он проехал быстрее 10 секунд, он выбывает из соревнований, он проиграл. Если он там проехал медленнее, естественно, то там уже смотрят, кто ближе. Машинка на 402 метра очень скоростная. Болиды развивают здесь скорость больше 200 км в час. Побеждает тот, кто приходит на финиш первым. У Артема простенький с виду ВАЗ-2106 – его первая машина. Правда, от родной начинки уже ничего не осталось. В машине усовершенствовало абсолютно все. В принципе, кроме, наверное, кузова, ничего родного больше от классики не осталось. Доработки по мотору, по подвеске, по кузову, по трансмиссии – все изменено, все доработано. 400 метров – это, во-первых, реакция на светофор, главный старт, дальше ускорение по трассе, переключение. Ну, естественно, если первый финишировал, значит, выиграл. В не менее зрелищных дрифт-соревнованиях были даже участники, которые управляют машиной в заносе с автоматической коробкой передач. Удивительное дело. А вот участников из Иваново не было, что тоже удивительно. Здесь, видимо, любят быструю езду, а вот маневренность не любят. Автоспорт – это очень интересно, это очень зрелищно. И, конечно, даже просто вот как зрителю наблюдать за происходящим – это просто прикольно. Ну, и потом мне очень нравятся машины. Чем больше событий интересных происходит у нас в городе, тем лучше ощущение у жителей города, то, что у нас есть какая-то жизнь, какое-то движение. И, конечно, автоспорт – это просто один из пазлов происходящего. Поэтому мы, конечно, и поддерживаем организаторов, и спортсменов. Пилоты здесь не просто водители-любители, а профессиональные спортсмены. Состязания аккредитованы автофедерациями. Все участники могут получить спортивные разряды и звания. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин